как перестать угождать другим. И сегодня я бы хотела как раз поговорить о таком интересном понятии, которое называется «картина мира». Это мега важное, очень интересное понятие, потому что, по сути, исходя из того, какой картиной мира обладает каждый из нас, а у каждого из нас она уникальная, и не существуют две идентичные картины мира, мы можем с вами быть в чём-то похожем, но точно так же, как нету двух абсолютно одинаковых людей, даже если это близнецы, точно так же и каждый из нас воспринимает эту реальность по-своему. И реальность не только в контексте цветов, фактур, например, я считаю, что это красивый стакан, вы считаете, что не очень, я считаю, что он удобный, а вы говорите, что нет, он неудобный, я считаю, что он дорогое, вам кажется, он дешёвый и так далее. У нас с вами есть очень разные взгляды на жизнь, и в зависимости от того, где мы родились, в зависимости от того, как мы воспитывались, с какими картинами мира преобладали разные люди, от этого и зависит наша реальность. Но давайте немножечко это рассмотрим, начнём эту историю. У каждого из нас есть своя картина мира. Что такое картина мира? Это некое представление о том, в какой реальности живу я и все остальные. То есть я сама представляю и наделяю других людей определёнными свойствами, например, мне кажется, что этот человек красивый, мне кажется, что он наглый, мне кажется, что он жадный. То есть и то, что мне кажется, совершенно не означает, что человек именно таковым и является. Это означает только то, что я вижу этого человека таким. Когда, например, я боюсь собак, мне кажется, что все собаки вокруг злые и хотят меня покусать. Как вы думаете, так ли это на самом деле? Когда я в своей жизни ощущаю себя недостойным, я считаю себя бедным, я считаю себя, что я ничего не могу себе позволить, у меня низкая самооценка в некоторых областях, мне кажется, что все люди специально как будто бы хотят подчеркнуть, унизить и обидеть меня. И любую ситуацию, даже разговор или смешок сзади себя, который не имеет ко мне никакого отношения, я буду воспринимать именно как смешок над собой. Помните такую ситуацию, когда у вас порвались колготки или что-то, ну вот если вы девушка, у мужчин вряд ли, и у вас что-то сломалось или у мужчины, я не знаю, как-то там неправильно завязался галстук, мы ходим, и у нас складывается впечатление, что все люди на это обращают внимание и все это видят. И мы даже по этому поводу смущаемся, психуем, да, или когда у нас вылез прыщик, или когда у нас что-то произошло, это другим людям не видно, но нам страшно, дико неудобно. Все это происходит не в общем пространстве, а в нашей личной картине мира, в нашем личном представлении. Мы себе в своем восприятии мира выстраиваем положительных и отрицательных героев, мы устанавливаем свои правила, мы говорим, это хорошо, а это нехорошо, это для бедных, а это для богатых. Мы с вами сами определяем, что есть бедность или богатство. Самый простой тест на это, я могу вас спросить, например, кто из вас считает, что тысяча долларов, давайте не так, для кого из вас тысяча долларов в месяц была бы очень классной суммой, вот поставьте единичку даже. Вот то, что для некоторых людей будет являться подарком, для кого-то будет считаться бедностью. И, например, для некоторых людей кажется, что если ты зарабатываешь 10 тысяч долларов или зарабатывал бы, то ты был бы мега богатым человеком, но люди, которые зарабатывают эти деньги, никак не могут вписаться в эту сумму и считают, что тысяча долларов – это бедность. Вот видите, ой, тысяча долларов, 10 тысяч долларов – это бедность. Я могу вам сказать, что я очень хорошо помню такой период времени, когда я зарабатывала 800 долларов, и мне страшно дико не хватало. И я помню, как я мечтала и представляла себе, что вот если бы у меня была двушка, то я была бы просто супер богатым и счастливым человеком, и мне больше не надо было бы. Но когда я помню, у меня появилась прибыль 20 тысяч долларов в месяц, я сидела и не знала, как распределить эти деньги, потому что мы забываем, что когда растет наша прибыль, она ведь растет вместе с нашими расходами, она растет вместе с нашими… Ну, то есть мы каким-то образом развиваемся. У нас могут появляться сотрудники, дети, у нас могут появляться дорогие машины, которые требуют уже совершенно других вложений. Вот я, например, в этом месяце отдавала машину на легкий тюнинг. Это не тюнинг даже, а спа, спа-салон я это называю. Нужно было что-то подрихтовать снаружи, что-то подделать внутри. И вот тюнинг мне обошелся в 5 тысяч долларов. Вообще ни про что. То есть я не делала каких-то очень серьезных работ. Это просто была такая, ну, знаете, надо было провести. После зимы там где-то что-то содралось в машине, что-то там масло надо, ТО какое-то провести, какие-то проблемы там уходовой, что-то надо было чуть-чуть подвинуть. Вот. И поверьте, ту прибыль, которую я сегодня получаю, несмотря на то, что это для многих людей может показаться богатством, для меня это всего лишь мне позволяет поддерживать мой образ жизни, но не шиковать. То есть до шика у меня еще есть куда развиваться, потому что у меня только аренда, ой, аренда, только коммунальные услуги в квартире стоят сейчас там порядка 800 долларов. Я это говорю не к хвастовству, а к тому, что когда мы развиваемся, вместе с этим растут и наши с вами запросы. И речь немножко даже не об этом, а о том, что в каждой картине мира восприятие, то есть то, что для кого-то кажется богатство и вообще, для другого человека является абсолютной реальностью и в некотором смысле даже бедностью. Ну, то есть вот бедностью, да? Для меня, например, 1000 долларов, даже если взять, что 1000 долларов получаю я и 1000 долларов получает мой муж, но в моей жизни это полная бедность, потому что я не выживу совсем, учитывая те расходы, которые я имею. Это опять-таки не означает, что у каждого из нас свои расходы, свое благополучие, свои возможности, и все это определяет, наш у меня экран почему-то гаснет, я может на кнопку какую-то нажимаю, сейчас посмотрю, что происходит. Это определяет картину мира. Так вот я хочу, чтобы вы понимали, что такой интересный момент. Дело в том, что у каждого из нас есть вот эта своя картина мира с пониманием того, что для нас есть хорошо, что для нас есть плохо, но дело в том, что люди ведь тоже делятся на определенные типы. И есть люди явные, вот вы понимаете, они могут быть не лидерами по жизни, для меня лидер по жизни – это человек, который из всего делает успех. Да, дайте мне лимон, я сделаю из него лимонад. Но есть люди, их очень много, которые псевдоуспешные, которые постоянно стремятся свою собственную картину мира навязать всем остальным. Вот это, наверное, правильное определение. Есть такие яростные родители, которые рассказывают своим детям, что только так хорошо, а так плохо, что вот это надо делать, а это не надо. И все время навязывают эту картину мира всем. Ты с таким человеком даже не можешь начать говорить, потому что ему твое мнение неинтересно. И в чем опасность? Опасность заключается в том, что многие люди, вырастая в сообществе таких людей, не имеют представления о собственной картине мира. Не знают, чего хотят сами, потому что учились там, где говорили родители, выполняли чьи-то приказы, потом пошли на работу, потому что там был дядя Ваня, он мог устроить, или туда взяли. И вот история про собственную картину мира стерлась напрочь. Такие люди, как правило, являются ярко выраженными жертвами в контексте того, что они не знают собственных желаний. И если такого человека спросить, а какую жизнь ты хочешь, а какого партнера ты хочешь, а как ты хочешь выглядеть, а как бы ты хотел жить, то такой человек, даже пример вам, меню, он открывает меню, и ты говоришь, что ты хочешь есть, а он говорит, закажи что-нибудь на свой вкус. Это меня всегда поражало. Закажи что-нибудь на свой вкус. Ой, да мне все равно, закажи. Такие люди предпочитают, чтобы выбор делали за них другие, только потому что они выбор сами делать никогда не умели. Они сами никогда ничего не выбирали. В школе родители говорили, какие предметы учить, покупали одежду, которую нужно, потом куда-то устраивали на работу, куда надо, или ты шел, устраивался не по тому, куда ты хочешь, а по тому, куда тебя взяли, то есть по какому-то наименьшему пути сопротивления. И вот личная картина мира у таких людей отсутствует напрочь. И это мега опасно. Опасно, потому что иногда, если человек проживает всю свою жизнь так, то в принципе он живет в абсолютно неосознанном состоянии, потому что, повторюсь, осознанность — это ответ на вопрос, кто я, чего я хочу, зачем я это делаю, почему это со мной происходит, это когда ты пытаешься, у тебя зарождаются эти вопросы. Вот можно сказать, что вы начинаете пробуждаться в тот момент, когда вдруг вы начинаете интересоваться своей собственной жизнью и не соглашаться с тем, что есть судьба, вам все предрешено, предопределено, и все, и так вы будете жить, жить всю жизнь. То есть в тот момент, когда в вашей голове начинают зарождаться мысли «А ёпсель, а можно ли как-то это исправить? А я не хочу в этом говне жить, а мне не нравится так», тогда у вас начинают появляться встречные вопросы «А чего я хочу?» И вот здесь опасность как раз ключевая в том, что люди, которые вас окружают, они настолько навязали вам собственную картину мира, они настолько навязали вам свои собственные понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо, кем быть правильно и кем нет. Ведь все правила, все вот эти вот позиции про этику, норму, про то, что хорошо и нехорошо, про то, что должен и не должен, нам рассказали другие люди. Мы руководствуемся и приняли в заправду то, что нам сказали другие. Понимаете? То есть если вырос ребенок, простите за дурацкое сравнение, где папа резал собак и говорил или ходил на охоту и убивал собак, вот живодерством занимался, то для ребенка это абсолютно нормальная движуха в его картине мира выкалывать собакам глаза. Простите за жуткий пример, но в жизни так и происходит. Я часто думаю, откуда вот это все берется, какое-то стремное. Это все картина мира этого человека. Если ребенок видел, как папа бил маму, то естественным образом это в его картине мира нормально. Все, что мы наблюдали и впитывали для нашей картины мира является нормальным, потому что мы это впитали. Мы никогда не задавались вопросом «Еб, а что это происходит? А я так не хочу». До тех пор, пока мы не начали вот этот момент раскапывать в себе, задаваться вопросом, мы живем в неосознанном состоянии. Так вот, получается так, что большинство людей, которые начинают пробуждаться, а я это наблюдаю, когда люди пишут, когда вы мне пишите фидбэк после эфиров прямых, когда вы приходите на марафон и начинаете в чем-то разбираться, даже когда вы приходите на пробную версию, сейчас я заведу машину, включу кондера, то я задохнусь, будет обидно. Как-то я вроде еще слишком молода, я не хочу умирать. Так вот, музычку выключим. Когда у вас начинается, вы начинаете в голову свою вот эти вопросы впускать, оказывается, следующий момент, вы понятия не имеете, какую жизнь вы хотите, вы понятия не имеете, почему вы живете так, как вы живете, почему вы вдруг, вот часто человек мне рассказывает какую-то историю, там, трагическую, про свои неудачные отношения, про то, как ведет себя партнер, мужчина, как он унижает ее, ну, простите, мальчики, на таких примерах, вот, и почему-то меня, например, унижает мужчина, почему-то у меня такие отношения, и я задаю очень простой вопрос, а почему ты с ним живешь? Зачем ты живешь с этим мужчиной? И она говорит, ну, как, ну, я же вышла замуж, у нас же дети, я говорю, ну, и что? А ты что, не можешь уйти от него? Она говорит, ну, а чем я буду заниматься, а как я буду работать? Я говорю, ну, так это правильные вопросы, это правильные вопросы, кто ты, чем ты будешь заниматься, как ты будешь работать, как ты будешь развиваться, или ты хочешь всю жизнь пробыть в роли жертвы, страдающей, в прямом смысле этого слова, где мужчина тебя ни во что не ставит, где ты его не любишь, и он тебя не любит, только потому, что ты вышла замуж и так принято нормами, получается, что так, и человек говорит, ёпси, а можно по-другому? И вот это можно по-другому, это как раз и есть заявочка на вашу собственную картину мира, потому что, увлекаясь тем, что говорят другие, если вы, так случилось, а у большинства так случается, что не рождаются собственные жизненные позиции, не хватает энергии, вот этого собственного яйца, есть достаточно большое количество людей, которые родились в отвратительных семьях, условиях, в детдомах, где угодно, но имеют собственное яйцо, такое, знаете, как в киндер-сюрпризе, вот этот вот сюрприз, который человека по жизни драйвит, то есть у него всё неблагоприятно, но он очень хочет из этого вырваться, и он точно знает, что он вырвется, но это яйцо есть не у всех, вот мне повезло, я тоже с таким яйцом, хотя я родилась, к счастью, не в ужасной семье, но тем не менее, у меня тоже предпосылочки были не особо сильно процветать, так вот, когда это яйцо есть, человек сам себя драйвит, но у большинства этого не происходит, и большинство людей впитывают в свой киндер без сюрприза всё то, что они видят, так вот, первая наша задача осознать, что если мы не создадим собственную картину мира, если мы сами не разберёмся с собой, кто я, чего я хочу, какие мои желания, какие отношения я хочу, чем бы я хотел заниматься, как я представляю свою жизнь, какие у меня есть мечты, что я умею делать, что мне нравится, то нам эту картину мира навяжут другие люди, причём другие люди абсолютно неосознанные, это люди, как правило, кто навязывает картины мира, не те, у кого они свои крутые, когда у меня что-то своё крутое, простите, мне не совсем до вас, я либо выполняю свою миссию в своём действии, то, чем, например, занимаюсь я, потому что в моей картине мира я хочу пробуждать людей, я только поэтому этим занимаюсь, я с этим живу, но ходить по улице, например, и дёргать людей я не буду, я пробуждаю вас с помощью тех инструментов, которые у меня есть, и дёргаю тех людей, которым самим хочется дёрнуться, то есть я не подхожу на улицы и не начинаю говорить там человеку, который продаёт картошку, что ты просыраешь свою жизнь зря, что у тебя гораздо больший потенциал, ау, проснись, приходи ко мне на рерайтер, нет, я действую несколько другими способами, и в жизни никого не трогаю, но люди, у которых картина мира такая, что они сами развиваться никак не хотят, у нас же, знаете, как часто говорят, если развиваться не хочешь, хочешь научить, и вот очень часто сидит такой дядька, который ничего не соображает, ходит на какую-то работу, сам ни в чём не развивается, но он всем недоволен, и он свою картину мира сидит и активно навязывает своим детям, своим знакомым, ему нравится вот это всё, у него таким образом значимость появляется, он же на работе не значим, нигде не значим, ничего не значим, и он пытается всю свою желчь, всю свою очень часто превосходство, а превосходство обычно у таких людей, знаете, в чём? В возрасте. Они говорят, я старше тебя, я знаю, ты должен меня уважать, послушай, почему такие родители очень часто травят своих детей, потому что они больше никого травить не могут, больше никто их слушать не может и не будет, и вот они сидят и травят, и говорят, ты слушай меня, я лучше, я больше тебя пожил, так вот запомните, люди, которые навязывают вам свою картину мира, рассказывая вам о том, что такое хорошо и что такое плохо, и почему, и куда вам надо бежать, держитесь от таких людей подальше, чаще всего, в 99% случаях, это неудачники, потому что успешные люди будут вам рассказывать при одном условии, вы их сильно попросите, а лучше заплатите, потому что успешные люди прекрасно знают, что так это не работает, так это не работает, и вы должны это осознавать, поэтому, когда вам начинает кто-то активно в вашей жизни, вы начинаете что-то менять, а вам начинают говорить, не ходи, не делай, тебе это не нужно, ты, ты, это не твое, это плохо, это секта, это хорошо, это плохо, сейчас, простите, я заблокирую этого человека, уже помню, что он у меня, что он у меня, не с негативчиком, когда начинается вот такая вот на вас ответ, сразу же понимаете, что такие люди, это люди, которые ничего сами из себя не представляют, еще раз, успешные люди никогда не будут вам чего-то навязывать, у них нету на вас время, и для того, чтобы их время заслужить, вам нужно очень сильно извратиться, вам нужно очень сильно постараться, иногда купить их время, купить их консультации, я, например, бесплатно не консультирую, не потому, что я супер жадная, и даже не потому, что у меня действительно не так долго свободного времени, по причине того, что бесплатная информация не работает для людей, тогда, когда у них стоят серьезные вопросы, это вот уже как бы очень хорошо известно, мы не воспринимаем информацию, за которую мы не заплатили, нам необходимо понимать, что есть некая ценность, это как, знаете, ты купил кепочку за 1000 долларов, ты никогда не будешь бросать ее в грязь, ты не будешь в нее блевать, когда тебе плохо, ты будешь ее держать на весу, когда ты будешь тонуть, потому что это кепочка за 1000 долларов, и так далее, так вот, для того, чтобы мы с вами, возвращаясь к теме, для того, чтобы мы с вами перестали угождать другим, мы должны очень четко осознать, что это не имеет никакого смысла, потому что у каждого из нас так или иначе будет своя картина мира и свое представление о жизни, что такое хорошо и что такое плохо, вот вы знаете, любой человек, абсолютно любой, тем более публичный, имеет тех, кому он нравится и кому он не нравится, чем более ты публичный, тем, естественно, больше людей, которые за и которые против, и вот важно понимать, что что бы вы ни делали, что бы вы ни делали, в любом случае будут те, кому вы нравитесь и кому вы не нравитесь, в любом случае, например, вы были жертвой, вы были жертвой, жертву, что я подразумеваю, вы жаловались на жизнь, вы говорили, что все скоты, вам мало платят, все, значит, государство ворует, президент козел, значит, там все гады, и у вас было свое окружение, такое, но на работе было пару нормальных людей, которых вы бесили, потому что вы все время ныли, они прям не понимали, почему вас держат на этой работе, они вас терпели, но они каждый раз, когда вы заходили, они думали, господи боже мой, опять сейчас начнется это нытье, вы еще в долг просили, вы их обвиняли в том, что они больше зарабатывают богатые, в долг вам не дают, и вообще они спят тут с шефом, значит, вы их обвиняли, и вот в какой-то момент вы вдруг, не знаю, начали слушать мои эфиры, и вдруг вы поняли, вообще ваш мир перевернулся, вы вдруг начали осознавать, особенно если вы сходили на рерайтер, вы вдруг начали осознавать, что, ёпсель, вы в ответе за то, что с вами происходит, и вы начали обращать внимание на тех людей, которые вас бесили, которых вы бесили, вам они начали нравиться, вы начали замечать, что они классные, вы с ними стали больше общаться, и вам они понравились, и вы им понравились, но ваше жертвенное окружение же никуда не делось, и жертвенное окружение начало говорить, что-то ты изменился, что-то ты зазнался, что-то ты стал проводить мало времени, что ты теперь крутой, тебе зарплату повысили, а вы им говорите, да блин, ребята, вы неправильно живете, сходите к Ольге на марафон «Рерайтер жизни», вы же прожигаете жизнь, вы жертва, они говорят, ты что, вообще долбанутый, я это уже все слышал, это все херня, посмотри на реальность, из тебя забрали в секту, и все перевернулось, и вы для тех стали хорошим, а для тех стали плохим, и в жизни будет так всегда, кто-то для кого-то кем-то будет, а теперь посмотрите, когда я принимаю, как бы имею свою картину мира, и понимаю, кто я, и имею свои принципы и позиции, я отстраиваю свою жизнь, хорошо, плохо, кто мне нужен, кто не нужен, мое окружение не мое, куда я иду развиваться, куда не иду, я отстраиваюсь со своей собственной позиции, и я для кого-то хорошая, для кого-то плохая, но моя картина мира находится со мной, я четко двигаюсь, вот веревочки есть, я четко двигаюсь по своей траектории, а когда я начинаю пытаться, понравиться вот тем другим, я начинаю юлосить, я думаю, господи, мне так отвратительно от этого, я же не такая, ну ладно, я же должна им понравиться, вы знаете, у меня был такой классный опыт в этом направлении, я была пару лет назад, вошла в партнерство женского бизнес-клуба, и у меня были очень классные отношения с девушкой, которая этот проект возглавляла, с Ирой, и мы прям подружились, мы действительно были подругами, и это был один из самых удивительных и прекрасных друзей в моей жизни, какой-то период времени, но в клубе было очень много вещей, которые я считала были неправильные с точки зрения выстраивания структуры, было очень много личных отношений, а они должны быть все-таки бизнес, когда мы строим бизнес, и мой партнер меня убедила в том, что у нас не так много членов клуба, и нам нужно больше дружить, и вы знаете, я так никогда себя не вела, но тем не менее я начала это делать, хотя мне это и не нравилось, и чем больше я наступала себе на горло, тем хуже я получала к себе отношения, потому что люди не верили, люди хотели все равно как-то иначе, и в итоге все закончилось полным разрывом как моих бизнес-отношений, так и моих дружеских отношений, этот опыт я сохранила, потому что в тот момент у меня даже был такой вообще разрыв шаблона, потому что я всегда объединяла вокруг себя тысячи людей, и тут вдруг в окружении 30 человек я практически разорвала этот клуб, ну короче, произошли какие-то странные ситуации, и после этого я сделала очень серьезный вывод, что никогда нельзя изменять своим принципам, тому, как ты видишь это развитие, сегодня, например, я веду марафон, и у меня много людей, у меня бывают сотни людей, бывают сотня людей в потоке, много людей, много потоков, большое количество коммуникаций, и очень редко, очень редко бывает какой-то человек, которому что-то не нравится, может ли что-то кому-то не нравится, да, конечно, да, как говорил мой ректор, я не 100 долларов, чтобы всем нравится, и я в этом случае всегда даю возможность человеку, как говорится, не давиться собой, недавно, буквально несколько дней назад, произошел такой случай, когда я записала ребятам сообщение, и назвала их котиками, я им сказала, котики, посмотрите, пожалуйста, уже сто раз задавали этот вопрос, я же объяснила, как это делать, в чате 330 человек, на что одна девушка в личку пишет мне сообщение, что Ольга, такой классный марафон, мне все нравится, но вы знаете, вы типа перешли личное пространство, мой личный барьер, назвав нас котиками, типа, вот личные границы не пересекайте, я отреагировала на это так, как реагирую всегда, и в конце добавила, значит, что она там собирается продолжить со мной общение, идти ко мне в клуб, я отреагировала так, как отреагировала всегда, я сказала, что я не считаю слово котиками каким-то странным, я не сказала мои шлюшки, хотя могла бы так сказать, я не сказала мои кончиты, люди, которые со мной общаются, которые смотрят мои эфиры, которые учатся у меня, тем более месяц, знают меня и уже принимают, те, кто меня не принимают, в принципе, мы долго вместе не находимся, да, вы переключили эфир и пошли дальше, мы сегодня вольны выбирать, и я вообще в слове кошечки или котики ничего как бы такого не увидела, и я отреагировала резко, я сказала, что в этом случае мы друг другу не подходим, не подходим, и это нормально, она там что-то начала писать, я дальше ничего не читала, я не вхожу в эти переписки, я удаляю просто сообщения, потому что в этом нет смысла вариться, у меня есть чем жить, мне мою мясорубку этим заправлять не надо, но я хочу, чтобы вы понимали, что часто говорят, вы не воспринимаете критику, почему вот вас нельзя критиковать, вас можно только хвалить, в моей картине мира есть определенные правила, и я считаю, что я достаточно сильно выкладываюсь и много делаю для тех людей, которых считаю своими, и если это кому-то не подходит, человек имеет полное право, это как в ресторан, если мне не нравится этот ресторан, я могу в него просто не ходить, но приходить в ресторан и плевать в каждую тарелку, потому что мне не нравится, я считаю это уже хамством, и говорить при этом, что вы, например, не воспринимаете критику, вы не воспринимаете критику, что у вас херовый ресторан, понимаете, о чем я говорю, у меня есть достаточно четкое представление о своих границах, и это нормально, я уважаю чужие границы, но я терпеть не могу, когда приходит человек и начинает рассказывать, что ты делаешь не так, и как ты должен исправиться для того, чтобы он у тебя стал покупать. Мы сегодня работаем, ну, много людей, большая конкуренция во всем, мы работаем, я работаю в массовом сегменте, и поэтому, знаете, если я прихожу и говорю, что у вас в батоне недостаточное количество корочки или он недостаточно свеж, есть огромное количество брендов, которых я могу выбирать. Если я буду спорить с батоном, это говорит о проблемах с моей головой, а не с головой батона. к чему я это говорю? Я это говорю только к тому, что вы должны осознавать, что это нормально, это правильно, и это нужно иметь собственное представление о том, кто вы, что для вас хорошо, а что плохо, что для вас допустимо в жизни, в отношениях, в дружбе, в общении с построением, с партнерами, подрядчиками, совсем, и не идти, наступая себе на горло, чтобы понравиться кому-то, потому что в любом случае вы проиграете. Если вы будете делать, так вы проиграете. Важно быть адекватным, всё это важно, но если у вас есть чёткое своё понимание жизни, это круто. Если у вас своего чёткого понимания жизни нет, его нужно приобрести. У меня оно сформировалось относительно недавно по всем вопросам. Я очень долго и много подстраивалась под мужчину своего, под партнёров, под людей, под своих клиентов, под своих, под всех. Долго, в каких-то местах я себя щемила. И я на сегодняшний день пришла к тому, что это невероятно важно иметь своё собственное и чёткое понимание того, кто ты, куда ты идёшь. И таким образом тебе гораздо проще находить своих людей и не своих, во всём. Потому что ты просто сверяешься с картиной мира. И если ты видишь, что у человека другие ценности, другое понимание, вы просто расходитесь в разные стороны. Что же получается у нас? Нас всё время учили строить компромиссы, всё время учили строить заборчики. И в итоге мы, настраивая все эти компромиссы с партнёрами, с работой, со всем, наступая себе на горло, начиная от того, что я хочу танцевать и меня отвели петь, мы в итоге получаем рвотный рефлекс на свою жизнь. У нас начинаются депрессии, панические атаки и всякая прочая хуйня, простите, которая лезет из людей просто потому, что мы вообще не знаем, кто мы, я не понимаю, кто я, чего я хочу, я всё время пытаюсь понравиться другим, подстроиться под других, быть хорошей, сука, для всех, а какая я вообще, я не знаю, я не знаю. Это похоже на порно-звезду, знаете, которая тут ахает, когда её в шопу трахают, тут охает, когда ей соски прищепкой придёргивают, потом она охает, когда в неё вибратор метровый засовывают, а потом она не может вообще сексом заниматься, никакие, вообще никакие, потому что у неё просто все шаблоны сломлены. У меня, конечно, яркие очень примеры, это всё, потому что я смотрю сейчас сериал про порно-звёзды, у меня, видите, сразу же, сразу же включаются интересные штуки. Поэтому я хочу, чтобы вы осознали простую штуку, угодить всем вы не сможете, это бессмысленно и глупо, и это приведёт вас в любом случае, рано или поздно к неудовлетворению. И единственный путь обрести какое-то счастье в этой жизни, единственный путь прожить эту жизнь ярко и феерично, это забить на всех и вся и начать прямо сейчас разбираться с собой, как бы страшно это ни было. Узнать, кто ты, что ты хочешь, что ты любишь, что для тебя важно, и начать это простраивать. Я наблюдаю, всё время же думаю об этом, потому что я, по сути, занимаюсь чем? На моём марафоне «Рерайтер жизни», вас очень много уже оттуда, мы с вами занимаемся в течение месяца тем, что мы начинаем создавать свою картину мира, мы начинаем искать, а чего я хочу, а какой может быть моя жизнь, мы выстраиваем альтернативную реальность того, какой она могла бы быть и к чему мы хотим стремиться, потому что нам всегда необходимо понять, к чему мы идём. Для того, чтобы захотеть иметь красивое тело, это тело нужно увидеть, как дети приходят в спорт. Моя дочь увидела, как выступала художественная гимнастка взрослая, она открыла рот, и всё, ей захотелось так же. Или там, моя дочь танцовщица, она смотрела на то, как танцуют взрослые девочки, ей очень нравилось, а я очень часто слышала, что в бальный спорт приходят из-за платья, потому что очень увидела на вступлении какое-то платье по телевизору и захотела платье. Мама, где такие платья? Ты для этого должна стать бальной танцовщицей. Ага, значит, я пойду на бальный или в балет, да, тоже так часто приходят, когда посмотрели. То есть, нам нужно увидеть некий пример. Но поскольку в жизни мы имеем набор убеждений, очень часто с какой, у тебя такой жизни никогда не будет, ты для этого не создана, мы уже научились перестать желать, мы даже перестали раздражаться. О чем идет речь? Вот я, например, из тех людей, которые, когда видят чужой успех, чужие, в детстве это было, ну, там, 18, это была машина, шмотки красивые, дом, у меня был хуевый дом. Я этого очень хотела. Но я замечаю, что большинство людей атрофированы к этому. Они уже даже не завидуют. То есть, они смотрят на это и уже имеют четкие шуры, это не для меня. То есть, человек даже в окошко с троллейбуса уже не заглядывает. Кто же это там на этой машине едет? Кто же это там? Уже не интересно. Это машины, это какие-то бляди на них едут, это какие-то твари, сумасшедшие люди. Все! Есть, ну, кто-то не такой агрессивный. Я, например, агрессивная была. Я, честно вам скажу, я агрессивила по отношению к этим людям и я развивалась первое время на агрессии. Меня так злило, что у них есть, что, ну, меня это вело. Это тоже одна из мотиваций для развития. Я ее не приветствую, но, тем не менее, она в моей жизни была. И, кстати, знаете, недавно тоже обсуждала эту тему по поводу мотивации развития. Говорят, вот, скажем так, когда была бизнес-молодость, я очень хорошо помню, у ребят была такая движуха, они все время, особенно Петя, достаточно агрессивно делали какие-то там цену слова, значит, ты там заработаешь на машину или там заработаешь какие-то деньги, куда-то родителей отправишь. И это все шло из такого, знаешь, удавись, но сделай. И многие этих целей добивались разово, разово добивались, а потом не могли повторить свой успех, потому что сильно злились. Потом, когда уже я начала изучать эту тему глубже, смотреть, что говорят богатые очень люди, умные люди, успешные люди, в общем, нырять глубже, я поняла, что развитие от ценности, от удовольствия гораздо круче работает. То есть, ты развиваешься не потому, что ты сильно хочешь вырваться из жопы, а потому, что ты очень хочешь добиться успеха. То есть, не для того, чтобы там уйти и тебя убьют, а потому, что тебя тянет вот эта красота, которую ты видишь. Но затем, когда я начала анализировать эти два подхода, я увидела, что мотивация все-таки где тебя убьют, беги, потому что тебя убьют, или беги, потому что впереди стоит машина, тот, у кого убьют, бежит быстрее и чаще. Потому что тот, кто просыпается, ему говорят, вот твой клад, он говорит, бля, я так сегодня, ну не знаю, в принципе, мне и так нормально, ну я, может быть, посплю лучше, ну нужен ли мне этот клад, а если меня убьют за этот клад, а мне налоги надо платить за этот клад. А когда человек просыпается, а ему говорят, у тебя есть 5 секунд отбежать, иначе тебя начнут убивать, под тебя начнут стрелять. Человек начинает бежать. Это что? Это когда кредиты, это когда какие-то стрёмные ситуации, это когда ты себя вогнал в ситуацию, где ты не можешь не действовать. И это работает эффективнее. И я начала думать, ну ёпсель, как ты же, как это совмещается в жизни? И я поняла очень простую штуку, потому что я работала и по одному, и по второму принципу, и сейчас работаю по второму. Но начинала-то по первому. И знаете, что я поняла? Я поняла, что стартовать можно и нужно именно так, что для того, чтобы сделать вот первый свой рывок, для того, чтобы вырваться из жопы, жопа реально нужна. Вас действительно должен кто-то стрелять. Вам действительно полезно будет взять, ну я сейчас не призываю, я условно говорю, взять кредит, продать свою почку, пришить свои яйца к двери. Реально нужно вогнать себя в какую-то ситуацию, где не действовать ты не сможешь. Первый рывок сто процентов должен быть таким. Сто процентов, потому что рвануть с зоны комфорта нельзя. Но если вы сделаете этот рывок и окажетесь, люди делятся на несколько критериев глобальных. Есть те люди, которые всю жизнь надеются, что хотят найти какую-то работу стабильненькую, чтобы что-то делать, их кормило, и чтобы они зарабатывали деньги, и у них было больше возможности отдыхать, да, то есть чтобы я заработал деньги, чтобы купить себе удочку и ездить на рыбалку, чтобы я заработал деньги и мог ничего не делать. Большинство людей живут по этому принципу. И только процентов пять от силы. Это так называемые предприниматели. мы отдыхаем для того, чтобы работать. Мы в принципе ложимся спать только с той целью, чтобы утром у нас было больше сил что-то драйвить, что-то придумывать, куда-то бежать. И вот, как правило, первый рывок и определяет, кто ты. потому что, ты либо бежишь, добегаешь эту дистанцию, ну там варианта есть несколько. Первое, ты умер, ну ты реально не смог решить эту ситуацию, вот так, и потом всю жизнь ты ноешь, у меня кредиты, значит, меня там убили, ты рассказываешь всю жизнь свою трагическую ситуацию, как твоя жизнь не удалась. Вторая история, ты рассказываешь свою трагическую ситуацию, как ты однажды, там, не знаю, взял кредит, вляпался во что-то, ну кредит, это просто частая история, вляпался во что-то, в итоге отдал, но больше точно не хочешь, и теперь ценишь свою классную, тихую, спокойную жизнь. Ты говоришь, не-не-не-не-не, я уже там был, спасибо, мне тут хорошо. И третья категория, это те, которые делают рывок, решают ситуацию и понимают, что они стали наркоманами, понимают, что, блядь, так классно, так классно создавать себе эти ситуации, хочется больше, хочется еще чего-то, да, включается мозг, ты уже понимаешь, что все время щемить яйца дверями себе не надо, но тебя уже начинает драйвить просто жизнь, ты думаешь, блин, охуенно, классно, мне нравится летать на Мальдивы, мне нравится покупать новые машины, мне нравится придумать какие-то новые бизнесы, мне нравится придумать какие-то инновации, мне нравится как-то помогать людям, вау, прикольно, я помог этому человеку что-то изменить в жизни, класс, а если я помогу миллиону таких людей, круто, то есть, когда человек начинает развиваться такой, первый выстрел был от ужасного, да, то есть, ты зажал себе яйца и дернул, и такой, типа, побежали, да, не мог никак встать с этого дивана, побежали, а потом тебе не надо, потом ты все время сам себе бросаешь косточку, я не знаю, видели ли вы когда-то собаку, ну, наверное, же видели, которая, да, начинает играться, вот, и казалось бы, она эту палочку у вас забирает, забирает, забирает зубами, вы ей бросаете, она обратно вам ее приносит и хочет, чтобы вы ее держали в руках, и она опять забирала, потому что ей не палочка нужна, ей нравится процесс, то, что вы с ней играете, то же самое и предприниматель, это человек, который не только любит решать задачи, он любит и создавать, он любит, его драйвят какие-то новые проблемы, задачи, потому что это какая-то движуха, потому что просто, когда ты заработал денег, это типа, ну, ну класс, ты молодец, а интерес-то в чем, а развитие мое в чем, ведь развитие мое начинается не тогда, когда мне деньги дали, а тогда, когда я решаю задачу для того, чтобы эти деньги получить, понимаете, если говорить о деньгах, развитие, это идет именно в этом, в этом интерес, в этом, вот все говорят, откуда у вас столько сил, откуда у вас столько энергии, так а жить-то зачем, для меня самое ужасное, это когда я типа просыпаюсь и не знаю, что делать, и такая думаю, что, как, я мега счастлива, что у меня этих 300 тысяч чатов, я очень жду, когда у меня будут группы по 1000 человек, когда меня все будут заваливать и забрасывать всем, потому что меня это дровит, это классно, я нужна людям, люди что-то хотят от меня, я что-то могу людям дать, я даже обучаюсь, потому что я знаю, что то, что я получу, то, что я через себя перенесу, я же отдам опять, а кто-то меня услышит, и кого-то это дернет, и кого-то это дернет, и кто-то изменит целую жизнь, мог услышать меня 5 минут, а изменит целое направление своей жизни, своей жизни, а там еще кто-то чьей-то жизни, и представляете, насколько я великая, меня это драйвит, реально, меня драйвит вот такое величие, я понимаю, что это может быть смешным, кто-то в чьей-то картине мира это будет, господи, она это делает для того, чтобы получить собственное признание, да, я правда, я даже на памятник рассчитываю, не знаю, что я в этой жизни натворю, но рассчитываю, ну хочется мне, знаете, вот так вот проходит, говорит, тут Григорий Сковорода стоит, значит, тут Ленин, а это Ольга Ермилова, значит, это же прикольно, очень и очень классно, поэтому я хочу, чтобы вы осознали, что любая проблемка, которая к вам попадает, превращается в задачу, которую вам нужно решить, и именно решение задачи вас и меняет, вас меняет неспокойствие и уверенность в завтрашнем дне, ни хера вас это никак не изменит, вас это никак лучше не сделает, вам необходимо себе эту косточку забрасывать, но учиться решать задачи, не в проблему впадать, не быть жертвой, ой, это невозможно, у нас же снова коронавирус, у нас снова трипер, у нас снова, значит, там все проблемы человечества, не, у нас снова кайф, игра, замечательно, мы сейчас все себе решаем, все сейчас себе придумаем, и так далее, и так далее, и так далее. Вот я хочу, чтобы вы этот момент осознавали, и перестать угождать другим вы начнете только тогда, когда вам станет все равно, когда вы поймете, что у вас есть собственное понимание этой реальности и этой жизни, вы сами для себя определяете, что такое хорошо, что такое плохо, что для вас много, а что для вас мало, что для вас хороший дома, что для вас такой, вы сами это все делаете, понимаете? Вот это очень супер-мега-фупер важно понимать. Так, мне нужно срочно сглотнуть своего кофеечка, для того, чтобы продолжать с вами дальше. Поэтому запомните, пожалуйста, что каждому человеку необходимо иметь собственную картину мира, собственное представление, тогда у вас тоже вы избавитесь от вот этого замечательного вопроса, а как вы думаете, Ольга, а что мне делать в этой ситуации? Каждый раз поражаюсь этому вопросу. Каждый из нас принимает решение, исходя из своей картины мира. И поверьте, то, что бы сделала я, совершенно не означает, что вам нужно делать сегодня. Я сегодня со всеми советами и рекомендациями, и которые прошу, и которые даю, очень аккуратно, потому что я всегда помню о главном, что ответственность всегда за любое принятие решения лежит на мне. это самое важное, что я осознаю и помню. О, муж, привет. Это мега супер-пупер важно понимать. Поэтому, когда вы говорите о том, что вам кто-то что-то мешает, другие люди не согласны, что вам делать, как вам исправить своего мужа, вы, по сути, спрашиваете, как мне поменять картину мира своего мужа? Или почему мой муж себя так ведет? Не пытайтесь понять других людей, пытайтесь понять себя и пристроиться, и осознать, готовы ли вы в эту ситуацию вписать в собственную картину мира. Как прийти к такой уверенности? Ну, во-первых, задаться такой целью. Задаться целью, что я хочу понять, кто я есть. Вы знаете, я занимаюсь тренировками функциональными. Это очень тяжелый вид тренировок, потому что там в нем очень много кардио и очень много силовой тренировки. И ты целый час практически без пауза, паузы очень маленькие. Вот я когда пришла на первую тренировку, спустя вот эти все там карантины, ну, это было несколько месяцев назад, сейчас у меня не было карантина, к счастью, я пришла, зашла на первую тренировку и на 10-й минуте хотела уйти. Потом, значит, я решила, что еще 10 минут потерплю. Так я вытерпела всю тренировку, я буквально сдохла, я вообще не могла, не дышая. Решила прийти на следующую тренировку. Так, сейчас я включу все-таки зарядку, ребята, то у меня тут начинает телефон разряжаться. Вот, я... Секунду. Все. Я решила, что я все-таки приду на следующую тренировку. И так я ходила, я хожу 3 раза в неделю на эти тренировки, и так я ходила недели 4. А на пятую я вдруг почувствовала себя в форме. И вот сейчас, когда я прихожу на тренировки, во-первых, если бы меня сейчас потрогали, вы бы удивились, потому что я тверденькая вся. У меня есть бицепсы, пресс, ноги, жопа, я твердая. Вот это очень прикольное ощущение, учитывая, что тебе почти 38 лет, я вся твердая с мышцами. Хотя я не хожу с железом в тренажерный зал. И результат этого очень простой. Я просто хожу регулярно на тренировки и тренируюсь. Мы с вами кое-как привыкли и знаем, хотя бы не все тренируют свое тело, но мы хотя бы знаем о том, что для того, чтобы тело имело мышцы, а это он качается, мы это знаем. Но почему-то свой мозг о том, что точно такие же ментальные тренировки мы делаем, должны делать для своего разума, и что для того, чтобы мы чего-то достигли в жизни, нам просто нужно убрать старые программы и поставить новые программы, мы об этом никогда не думаем. И когда я говорю людям о том, что необходимо делать ментальные практики, когда я людям говорю о том, что необходимо написать, я это называю книгой жизни, написать свою книгу жизни, необходимо четко обозначить план, чего ты хочешь, и перепрограммировать свой мозг, убрав все старые убеждения, все вот эти ваши страхи, неуверенности и прочие вещи системными тренировками в течение нескольких месяцев. Люди говорят, ой, нет, ну это я все знаю, я позитивно мысляю. Позитивное мышление не имеет к этому вообще никакого отношения. Начать просто прийти ко мне на марафон рерайтер жизни. Кстати, сегодня, я вот увидела Сергея, вспомнила, сегодня у нас стартуют продажи июньского потока с 50% скидкой один день. Один день сегодня минус 50. Прийти ко мне на марафон. Почему? Ну, вы можете почитать, вот у меня предыдущие посты там, красивые мы с Сережей на Мальдивах, есть пост, где ребята рассказывают об апрельском рерайтере, о том, что там происходит. Я могу вам сказать одно, я не буду сейчас вот это вот нахваливать, оно вам там надо. Если вы хотите поставить свою жизнь на другие рельсы, если вы хотите добиться уверенности и понимания того, чего вы хотите и как к этому прийти, я вам в этом однозначно могу помочь. Вам придется вджобывать в голове, теле не надо будет, в голове. Вам придется вджобывать, вам придется думать, вам придется тренировать свой мозг. Но если вы готовы, я могу вас поменять, я могу поменять вашу реальность, но начать необходимо с вашей головы. И вот тут возникает самый интересный момент, потому что начинается, ой, да это мне что-то продают, а, это марафон, да не, не, ну это что делать надо, это там, это вообще, вот ваша голова, ваш обманщик, который живет в голове, тут же дает заднюю. Он говорит, а можно просто как-то вот, вот просто, чтобы это у меня было, вот можно просто мне сказать, и вот у меня это будет. Я вам просто говорю, пусть у вас это просто будет, возьмите и станьте успешными и уверенными. Что такое? Ну, это как танцору, вы придетесь и скажете, как так танцевать? Он скажет, надо ходить на тренировки ко мне, я вас научу. Вы скажете, не, ну это же долго, а можно быстро, можно, я вам станцую. Посмотрите, как танцую я, и попробуйте, вот, повторите. Поэтому это так или иначе ежедневная работа. Но я вам в этом однозначно могу помочь. Я вам скажу больше, что я не знаю никого, кто бы смог помочь вам в этом лучше, потому что я сделала свой марафон, знаете, с подходом к ребенку. Мне кажется, что даже если маленький ребенок будет его проходить, до него дойдет. Я очень многие техники и практики, которые даю и объясняю, проговариваю, прорабатываю со своими детьми, потому что я же ращу детей, чемпионы у меня. И я с ними очень многие вещи прорабатываю. И даже мои дети это понимают. Поэтому, если у вас есть такое желание, я вас приглашаю. Не поленитесь. Сейчас стоимость марафона всего 50 долларов. Честно вам скажу, мне кажется, когда я покупаю чужие продукты, а я регулярно что-то покупаю, чтобы смотреть, мне кажется, что я просто дарю его даром. Просто дарю его. Потому что сколько всего в моем марафоне и ценности, стоимость – это несопоставимые вещи. Но поскольку это все-таки является частью моей жизненной миссии, моего вот этого внутреннего порыва и посыла, мне все равно. Я хочу, чтобы у меня были сотни тысяч людей. Поэтому, так или иначе, я не дергаю какую-то большую цену. Я хочу просто, чтобы вы пришли, это и сделали. Только что закончилась пробная версия. К сожалению, вы уже не можете попробовать и узнать, что там было. Но это то, куда я вас точно могу пригласить для того, чтобы научить. Я, в свою очередь, очень-очень-очень благодарна вам за то, что вы были со мной на этом эфире. Мы будем его заканчивать, потому что у меня сейчас будет еще один закрытый эфир для участников моего клуба. Я хочу чуть-чуть отдохнуть буквально. Я вас очень попрошу, как всегда, сделать небольшую оплату за мой эфир в виде комментария, который вы можете написать после публикации этого видео. Для тех людей, которые его не смотрели и которым вы его порекомендуете или не порекомендуете смотреть. Я вас очень прошу это сделать. Я знаю, как всегда, лень это делать, но давайте будем учиться благодарности. Тем более, что я для вас стараюсь. Я очень сильно отдаю вам много своей энергии, знаний абсолютно безвозмездно для того, чтобы вы каким-то образом включались и для того, чтобы вы понимали, что ваша жизнь может быть любой. И та жизнь, которая есть сегодня, это результат вашей внутренней работы. Хотите другую жизнь? Давайте поработаем внутренне в другом направлении, и вы увидите, что все может поменяться. Спасибо всем большое. Очень жду ваших комментариев после публикации. Обнимаю.